Блокада Ленинграда В Центральной детской библиотеке имени Сергея Михалкова в онлайн-формате состоялась презентация серии книг под общим названием «Неизвестная блокада». Автор этих трудов – петербургский писатель и журналист Анатолий Аграфинин. Я свою карьеру начал в 80-м году и начал в «Ленинградской правде». Любой журналист в Ленинграде не может обойти тему блокад. А тема безграничная, интересная. И я просто начал писать сначала, потому что были какие-то даты, какие-то события. А серьезной этой темой занялся после того, как побывал на открытии памятника «Дороги мужества» в Лисим-на-Су. Этот памятник открыли в 2015 году. И тогда даже у меня, в общем-то, человека, который что-то знает про блокаду и вообще просто про историю нашей страны, вызвал недоумение. Почему вот здесь, в Лисим-на-Су, на берегу залива, стоит монумент человеку, который показывает путь, дорогу автомобилям? Наверное, он должен был быть где-нибудь на дороге жизни, на Ладоге. И потом выяснилось, что здесь проходила тоже такая же дорога жизни, как по Ладожскому озеру. И она вела на Римбаусский плацдарм. Одно за другим. Мы в «Комсомольской правде» подготовили серию публикаций. Они все вызывали большой интерес читателей, и было очень много писем, откликов. И в итоге редакция газеты предложила написать книжку. И вот под эгидой «Комсомольской правды» и фонда «Созидающий мир», который готовил памятник и помогал мне со сбором материалов, мы выпустили первую книгу «Неизвестная блокада. Малая дорога жизни». После публикации первого издания автор понял, что сказано далеко не все. И свет увидели еще две книги. «Неизвестная блокада. Путь на острова» про Арниенбаумский плацдарм и «Малая острова Финского залива». А также «Неизвестная блокада. Две дороги», которая объединила истории Малой и Большой дорог жизни. Вроде бы про блокаду Ленинграда снято много фильмов и написано множество книг. Зачем вновь эту тему поднимать сейчас? Мой посыл, что не забывайте блокаду, потому что, к сожалению, приходят новые поколения, которые мало что знают. Мы знаем общие какие-то факты блокады, что она продлилась 872 дня, что был голод, не было тепла, воды, что Ленинград держался мужественно и стойко, что люди совершали подвиги. А вот многие нюансы, к сожалению, мы не знаем. Что здесь производилось оружие, что здесь не замирала культурная жизнь, что наши моряки-балтийцы, несмотря на то, что они были блокированы не только, так сказать, войсками фашистскими, но и минами, которые очень много разбросали в Финском заливе, и немцы, и финны. Они выходили и били врага в Балтике и совершали потрясающие совершенно подвиги. Ну, если в Балтийском флоте было примерно 40 подводных лодок, и 25 из них пропали без вести, а до победы дошли вообще единицы, то мы можем себе представить, какой ценой был совершен этот подвиг подводников. Конечно, хотелось бы, чтобы современное поколение, которое вообще на мир смотрит другими глазами, понимало вот эти реалии и оценивало реально этот подвиг. Потому что, когда я вижу материалы, скажем, моих молодых коллег, и они уже по следам моих публикаций рассказывают про острова Финском заливе, и пишут в своих материалах, что туда доставляли продовольствие вертолетами, то это, конечно, вызывает, в общем-то, ну, такую горькую улыбку, потому что не было вертолетов в то время, и все, что делалось, это делалось под обстрелом либо на каких-то катерах и судах малого флота, либо на машинах полутора, которые 75 километров по льду Финского залива гнали там на Сискар, например, или Лавенцаре. Это те острова, которые были в Финском заливе.